Приветствую вас дорогие друзья, это второй выпуск передачи читальная изба и посвящен он в этот раз книжкам по массивам видеоигр. Но сперва мне хотелось бы показать пополнение своей коллекции книжек по предыдущей теме, то есть это у нас получается кинофильмы различные. И в данном случае здесь у меня появилась вот такая вот книжка «Хищник. Охотники и жертвы» Джеймса Амура, которая является по факту приквелом к фильму «Хищник-2018». То есть саму книжку «Хищник-2018» что-то я брать не хочу, то есть честно говоря сам фильм мне жутко не понравился и в принципе боюсь, что новелизация, но она немногим будет его лучше. Ну а тем не менее вот эту книжку я взял, все-таки приквел посмотреть, раз у меня такая коллекция достаточно мушительная, то чужому «Хищник». Вот, значит следующая книжка, которая из этой серии пришла, это как раз таки «Холодная кузница», то есть Алекса Лайта уже по чужим. Вот, и здесь что интересно, как раз таки книжка именно издания этого года. Значит, что мне не хватало в коллекции вот для счастья, это как раз таки «Чужой из теней» Тима Лебона. Вот, тоже ее взял для коллекции. Значит, ну конечно же, вот книжка, про которую я упоминал в прошлый раз, это «Аландин Фостер. Чужой завет», то есть его новелизация, фильм «Редли Скотта». Вот, и как раз таки «Чужой завет начала», тоже опять же «Аландин Фостер», который в этот раз написал по факту приквел. Вот, ну и теперь уже можно перейти, соответственно, к книжкам по мотивам видеоигр. Вот, и в данном случае это, конечно же, у нас получается, вот, наверное, первая такая вот книжная серия по играм, которые я стал собирать, это, конечно, «Варкрафт». Вот это у нас «Последний страж» Джеффа Грабба. И это как раз таки у нас приквел к событиям самого первого «Варкрафта» 94-го года игры, где описывается, как вообще орки, по каким причинам оказались в мире людей. Вот. Ну, в принципе, достаточно неплохое произведение, как и, в принципе, большинство произведений по мотивам игр компании Blizzard. То есть, надо признаться, что компания следит, кто и что там пишет, и, в принципе, на самом деле книжки у них либо выходят очень хорошие, либо, соответственно, получается тогда хотя бы приличные. Вот, значит, следующая тогда книжка – это Ричард Кнак «Месть орков». Ну вот, и по факту здесь она, честно говоря, очень сильно «Васильный колец» напоминает. То есть, вот такой «Васильный колец» просто в миниатюре. Ну вот, наверное, из всех книжек по «Варкрафту», которые есть у меня в коллекции, ну и которые я читал, и она мне что-то вот как бы меньше всех понравилась, в принципе, но это не значит, что она плохая. То есть, в принципе, на самом деле достаточно хорошо и интересно она написана. Вот здесь как раз-таки про то, как, получается, орки искусственного водителя драконов как раз-таки как вот свои боевые единицы. Вот. Ну и, конечно, вот Кристи Голден – это «Варкрафт. Повелитель кланов». То есть, книжка как раз-таки посвященная, получается, у нас тогда Тралу или Трейлю. То есть, смотря как от перевода его называть. То есть, как раз-таки вождя орков из третьей части игры. То есть, третьего «Варкрафта» 2002 года. И, по факту, чем эта книжка больше всего знаменательна по сравнению с остальными, так это то, что где-то в году 97-м, 98-м, наверное, должна была выходить видеоигра в жанре «Квест», посвященная как раз-таки Тралу, но так получилось, что как раз-таки Blizzard игру отменили, а вот ее, скажем так, сюжет вылился в эту книгу. Вот. То есть, мне, ну, пожалуй, наверное, из всех книжек по «Варкрафту» больше всего, конечно, было интересно читать именно эту. Вот. Значит, следующая тогда книжная серия, опять же, игра Blizzard, которая у меня есть, это «Старкрафт». То есть, и в данном случае здесь есть у нас как раз-таки «Старкрафт. Крестовой поход. Либерти» и «Джеффа Грабба», и по факту это новолизация именно самой-самой первой части «Старкрафта», а точнее, кампании за тиранов. То есть, от лица журналиста Майкла Либерти, который волею судьбы оказался втянут во все эти события. Вот. Самое, что печальное, в принципе, Майкл Либерти у нас дальше появлялся только в каких-то отдельных книжках по «Старкрафту» или в комиксах. Вот. Как-то в игры его так и не, что называется, завезли. Вот. Ну, в принципе, мне это произведение очень сильно понравилось. То есть, всем, кто любит «Фантастику» и «Старкрафт», его точно могу рекомендовать. Значит, следующие уже книжки, опять же, вот идут от авторши, которую мы сегодня уже смотрели. То есть, это Кристи Голден. И здесь у нас, получается, две книжки. То есть, «Долги дьявола» и «Точка возгорания». Вот. Что здесь примечательно, на обоих книжках у нас пометочка «Старкрафт 2». Вот. И здесь просто что интересно, то есть, «Долги дьяволов» вообще являются, по факту, приквелом к «Старкрафту» как таковому. То есть, тут еще описано, что Джим Рейнерс и Тайку Сфингли делали вообще еще до событий даже самой первой части. Вот. А вторая, соответственно, у нас книжка «Точка возгорания». Она посвящена больше Саре Керриган и описывает те события, что происходили между «Крыльями свободы» и «Сердцем Роя». Вот. То есть, получается, оригинальная вторая часть у «Старкрафта» и его дополнение «Сердцем Роя». То есть, вот. Вот этот промежуток здесь описан. Вот. И при этом, вот, в «Точке возгорания» есть, кстати, куча отсылок на «Долги дьяволов». То есть, вот даже такой интересный момент. Ну и, конечно, пока последняя книжка, которая у меня есть по «Старкрафту» — это «Старкрафт. Эволюция Тимотизана». То есть, здесь события у нас происходят уже после событий второго «Старкрафта» со всеми его дополнениями. Вот. И, честно говоря, я пока эту книжку не читал, но, во-первых, знаю, как Blizzard относится к своим книжкам. Точнее, к книжкам по мотивам новолизации их игр. Или, там, скажем так, по мотивам их игр. Вот. А во-вторых, то, что автор уже Тимотизан, который вот мы помним по предыдущему выпуску. То есть, он в свое время очень, кстати, много интересных книжек писал по именно расширенной вселенной «Звездных войн». Туда бев и везя таких персонажей, как вот Эмара Джейд. И, соответственно, придумав планету как раз-таки столичную. Это вот Коросан. И много еще каких-то интересных вещей взял, которые даже у него позаимствовал потом Лукас в трилогию приквелов. А, соответственно, где уже Warcraft и StarCraft, там и Diablo. И по мотивам, соответственно, Diablo. Ну, вот, на самом деле, у меня даже может быть книжек побольше, чем по всем остальным Близзардским играм. И вот это вот. Такая книжка есть Ричарда Кнака. «Диабло. Кровавое наследие». То есть, ну, вот оно по мотивам как раз-таки больше такой первой и второй части описано. Но здесь, в принципе, взято только по факту сам мир. То есть, никаких-то знакомых там героев нету. Зато есть вот знакомые места. Ну, потом есть вот такая книжка, опять же, «Диабло. Королевство тени». Тоже, соответственно, Ричарда Кнака. И тоже оно по факту как бы самостоятельное произведение. То есть, здесь каких-то героев из... Что называется, игры практически нет. Но, скажем так, хорошо так расширяет именно Вселенную. Вот эта книжка там про такой, скажем так, город-призрак. Вот. Потом, соответственно, у нас есть такая вот книжка. Это «Диабло. Чёрная дорога». Вот. За авторством Мэл Одема. Вот. Она уже, кстати, посвящена самому, что интересно, как раз-таки пиратам. Вот. Тоже, в принципе, на самом деле достаточно неплохое произведение. Вот. Но, опять же, больше по мотивам написанное. То есть, и вот, наконец-то, мы перешли к книжкам, которые уже, кстати, имели подзаголовок. Вот, прошу заметить. «Диабло 3». Вот. То есть, более позже они уже выходили. И вот, например, «Орден». Это как раз-таки Найта Каньона. Это у нас, по факту, описание событий, что произошли между второй и третьей частью «Диабло» и посвящены Дакарду Кайну. Вот. А вот, соответственно, у нас получается «И восстанут герои, и падёт тьма». Это, по факту, просто сборник рассказов по мотивам вот как раз-таки персонажей третьего «Диабло». Правда, здесь почему-то не включили «Крестоносца». Вот. И, скажем так, рассказы, которые просто имеют отношение к «Диабло». То есть, большая их часть, она, кстати, печатала в электронном виде, была на сайте, посвященном... на Близзардском сайте, разделе, посвященном «Диабло». Вот. Так что с ней и так можно было ознакомиться здесь. По факту, это просто всё издали в бумажном переплёте. Значит, соответственно, следующая книжная серия уже, кстати, была, как ни странно, отечественная, хотя, игра и... Ну, скажем так, не совсем русская. То есть, это у нас как раз-таки книжная серия «Постол». То есть, насчитывала она всего две книжки. Самое, что интересное, потому что, как мы знаем, ранее «Квист Сизер» отобрали просто потом права у Акелы через суд. Вот. Ну, кстати, надо признаться, что Акелы была одной из немногих, кстати, фирм, которые ещё у нас пытались какие-то книжные серии по видеоиграм. Вот. Обычно своего собственного производства делать. Вот. И здесь, как мы видим, у нас русские авторы. То есть, Игорь Градов – это чувак «Надувная свобода». И Андрей Шляхов – реальный чувак. То есть, и... Значит, у нас как получалось? Значит, первая вот книжка, которая вышла в этой серии «Чувак.Надувная свобода», она именно такая, скажем так, более... Ну, как бы даже это сказать, не знаю, лучше. Что-ли, такая более мрачная, фактически без юмора такая. То есть, на серьёзных щах сделанная. В принципе, что, ну, совершенно вот такой серии «Постал» не идёт. Может быть, как бы автор пытался её к самой-самой первой части, соответственно, приплюсовать. Вот. Но совершенно эта серия, считаю, это не идёт. Вот. А вторая, конечно, книжка. «Реальный чувак» – это, ну, как раз-таки в духе игры она вполне написана. Притом, кстати, с кучей таких... Как бы так сказать, даже лучше... Вставок и отсылок к экранизации Увибола. То есть, с некоторыми, как бы, доработками. Но вот чувствуется, что просто очень много материала. Оно именно, вот, описание, оно именно из этого фильма было взято. Вот. В принципе... Ну, как бы, как вторая книжка, конечно, мне больше, чем первая понравилась. Но книжки, надо признаться, так, достаточно средненькие, на мой взгляд. Значит, вот как раз-таки по поводу, раз Акела мы уже затронули эту тему, то, значит, как раз-таки одно время Акела, на самом деле, напечатала кучу книжек по мотивам своих вот игр «Корсары». И вот как раз-таки одна из таких книжек есть за авторством Натальи Осояну. Ну, это как раз-таки золотой город. То есть, здесь, конечно, арты у нас из «Корсары 2. Пираты Кривского моря». Вот. Ну, честно говоря, книжку пока этого не читал. То есть, только вчера ее получил. Поэтому пока ничего конкретного про ни книжку, ни серию сказать не могу. Значит, совершенно трофейно. Мне досталось вот как раз-таки... Как раз-таки по XCOM-у книжка. Вот по мотивам вот этой такой тактической, стратегической игры пошаговой. Вот. Тут у нас автор Хельгия Т. Каутс. Напилей она называется, вот. Но, честно говоря, с ней пока я так и не ознакомился. Так что, честно говоря, ничего определенного про нее сказать не могу. Тем более, что... Ну, не фанат я себе, конечно, серии XCOM. Вот. Ну, и поскольку просто некуда было больше особо книжки эти здесь. А они у меня все равно почти все трофейные. Вот. Так что уж приплюсуем их в сегодняшний наш выпуск. Вот. Это, конечно, книжки по мотивам таких вот настольных игр, как Warhammer 40.000. То есть там, конечно, видеоигр было много. Хотя бы тот же самый Down at War. Вспомните ли... Это как его? Спейсмарин. Но в данном случае вот как раз-таки есть такая книжка. Игра о предателе Сэнди Митчелла. Вот. По описанию, соответственно, как раз-таки некого комиссара Каина. Вот его приключения такие достаточно авантюрные. Вот. И, в принципе, наверное, пожалуй, вот эта книжка мне, ну, наверное, больше всех понравилась. Из всех книжек, что по Warhammer я читал. Вот. Значит, следующая, соответственно, книжка, это получается у нас Кровавый Корсар. Повелители ночи. Вот. За авторством Аарона Демпски-Боудена. Вот. Как раз-таки здесь она уже получается про как раз-таки от предателей ночи. То есть таких вот, скажем так, отступников от Императора. Вот. В принципе. Ну, вот не знаю. Она мне как-то меньше всех книжек остальных понравилась. Хотя написано, в принципе, неплохо. Вот. И, конечно же, у нас есть вот такой вот Инквизитор. Ордог Ксенокс. Дэн Абнета. Вот. Вот это, в принципе, да, кстати, неплохая такая книжка. Даже, я бы сказал так, отчасти в жанре детектив сделанная. Вот. Как раз-таки про Инквизитора. Ну, и поскольку выпуск такой достаточно коротенький получается, потому что книжек по видеоиграм у меня, ну, игр вообще не так много. То есть там в основном, конечно, много всяких комиксов и манг. Но, потому что мангу и комиксы мы выделим в отдельный выпуск. Вот. Поэтому все-таки хотелось показать еще вот, чем я таким разжился. Это, конечно, книжки по Трансформеру. Вот. То есть тут две книжки пришло за авторством некого Кудрина. Это вот Трансформеры, сверхоружие Скорпонога и Трансформеры и космические кочевники. То есть обе книжки 95-го года. Вот. И если, например, первая, ну, хоть как бы, поделась каким-то бредовым рисунком идет. То есть обычно такими вот рисунками у нас в начале 90-х, да и вообще, наверное, все 90-е, любили какие-то книжки с зарубежной фантастикой украшать. То есть, вот. Ну, здесь хотя бы что-то такое отдаленное. То есть если это глаза закрыть, можно, конечно, представить, что это Трансформеры. Вот. Фенсов Пеги. И насколько я могу судить по описанию этой книжки, то здесь у нас события описываются как раз-таки с точки зрения мультсериала Супергот Мастер Форса или Войны Великой Силы. Как у нас в стране этот мультсериал был известен. Так называемое японское продолжение Generation 1. То есть классического мультсериала американского в какой-то степени. Вот. И, значит, вторая книжка, это, получается, Трансформеры и космические кочевники. То здесь мы что видим? То есть тут какой-то уже совсем левый бредовый арт. То есть, вот, опять же, он на любые какие-то фантастику и фэнтези зарубежную мог подойти там. В общем, не знаю, видимо, художник вообще как бы Трансформеров не смотрел. То есть, вот только разве что разворот еще там что-то отдаленно напоминает. И то хотя бы это, наверное, даже ближе будет к Битвам Гоботов. То есть вот такому вот материалу. Вот. Значит, да, немножко ошибся. Я автор тут Кудрявцев. Вот как раз тут мухатные данные все идут. Вот. При том, что, самое что интересно, вот эта книжка, она у меня какая-то, ну, совсем трофейная. То есть, заказывал вроде бы Сазона, но такое впечатление, что она уже БУ. Тем более здесь у нас какие-то наклеечки уже вклеены. Какая-то она более мятая. Вот. Потому что все-таки в первой видно, что еще новая. По всем. Да, по авторствам. Как графских тумеров в целом. Вот. То есть, честно говоря, про эти книжки мало что знаю. Кроме того, что так как книжная серия тесно была о Трансформерах. Вот. Но, конечно, есть велико мое подозрение. Да и судя по тому, что люди на форумах писали. Ну, вот. Очень минских черепашек нельзя это все напоминает. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами был Барин. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok